Шумная перемена, веселье и беготня в коридорах. На первый взгляд, обычная школа. На самом деле, совершенно особенное учебное учреждение – коррекционный интернат для слабовидящих и слепых детей. Здесь учатся и живут ребята с проблемами зрения из всех муниципалитетов. В данный момент в нашей школе-интернат обучается 96 детей. 70% из них – инвалиды по зрению, 40% – со сложным сочетанным дефектом, 5% учащихся – тотально слепые дети, незрячие. Обучающиеся нашей школы-интерната получают все три уровня образования. Кроме обычных предметов, знакомых нам по массовым школам, в коррекционной есть дополнительные курсы по пространственному ориентированию, развитию коммуникативной деятельности. На отдельных занятиях учат даже понимать мимику. Казалось бы, зачем, но людям, которые не видят, сложно понимать реакцию собеседника. В школе много предметов, которые в дальнейшем помогут ученикам жить самостоятельно. Это урок социально-бытового ориентирования – СБО. Малышам объясняют, как правильно завязывать узелок на нитке, как пришивать пуговицы. Большинство ребят не способны рассмотреть ни игольного ушка, ни самой иголки. Мы можем еще приготовить какой-то салат, то есть мы можем нарезать какие-то продукты, мы их можем как-то комментировать, складывать, мы можем учиться генеральную уборку делать, мы можем учиться просто вещи свои складывать аккуратно. Вот любой навык самообслуживания для детей, для начальной школы – это очень важно. Для старшеклассников задания посложнее. Они уже умеют шить и вышивать. На уроках СБО они почти как технология, но с большим упором на практику. Их учат и личные гигиении, медпомощи и кулинарии. Учебный класс ничем не отличается от уютной комнаты. Здесь получаются такие торты, что у нас просто на всех праздниках мы пользуемся только нашими тортами. Только нашими тортами. Здесь на этой плите мы и блинчики, и оладушки. И с нашего яблоневого сада мы здесь пользуемся и готовим варенье. Ирина Гончаренко – тифлопедагог. Она обучает ребят чтению и письму по системе рельефно-точечного тактильного шрифта. Проще говоря, по Брайлю. Сама Ирина Евгеньевна знает не понаслышке, с какими сложностями приходится сталкиваться ребятам. Я работаю со слепыми детьми и тем, которым необходим Брайль. По необходимости у детей, у которых слабое зрение, но есть тенденция к падению зрения, я их обучаю тоже системе чтения по Брайлю, чтобы это было на всякий случай, в жизни всякое может с детьми случиться. Поэтому мы занимаемся и так, и так. У меня также был ученик, просто слабовидящий, он у нас выпустился, Илья. Мы заканчивали с ним, я преподавала у него математику старше, 11-12 класс. Он у нас дал экзамен на 4, ЕГЭ стал у нас. Педагог рассказывает, если у ребенка нет проблем с моторикой, он легко осваивает систему, учится быстро писать большие тексты, без проблем сдает тесты и контрольные. На вооружении в коррекционной школе множество необычной для обывателя техники. Например, это читающая машина. Она сканирует текст и произносит его вслух. Под силу чуду компьютеру даже стихи Пастернака. Люди-манекены только страсть тоской водит по вселенной шарящей рукой. А это специальная клавиатура по шрифту Брайля. Есть и профессиональный принтер, распечатывающий текст рельефно-точечным. Математические науки, которые преподает Ирина Евгеньевна, никак не могут обойтись без чертежей. Для этого педагог использует планшет. Для рельефных графиков. Проведенная по пленке линия легко прощупывается пальцами. Вот эта пленка позволяет полностью ребенку ввести в курс геометрии понятия фигур, пространственных фигур и так далее. Делать чертежи и решать, соответственно, задачи. Чтобы помочь увидеть текст в учебниках и тетрадях, школьники работают с портативными лупами. Изображения с увеличителей удаленного доступа выводят на доску в классе. Чтобы удобно было даже на дальних партах. Хотя в кабинете так называемой галерки нет. В классе примерно по 10 человек. Подход получается почти индивидуальный. О некоторых обычных бытовых вещах даже не задумываешься, когда у тебя в порядке со зрением. Здесь в школе все учтено и продумано до мелочей, чтобы удобно было всем, вне зависимости от дальнозоркости, близорукости или вовсе слепоты. Такие особенные школы и оборудованы должны быть специально. Например, здесь есть вот такие вот тактильные плитки для того, чтобы человек понимал, где он находится. Вот такие вот точечки показывают завершение или начало препятствия. Есть и длинные направляющие, чтобы ученик знал, куда он идет. Кроме того, есть и специальные таблички, оборудованные шрифтом Брайля, чтобы можно было понимать, у какого кабинета мы находимся. Ну и, конечно, никуда не обойтись без направляющих, чтобы ученикам было удобно идти. Кроме обычной физры в школе есть ритмика для правильной осанки и походки и лечебная адаптивная физкультура. Если ребята не видят, что показывает учитель, они ориентируются на движение друг друга. Получается, конечно, не синхронно, зато искренне. В физкультура проводятся разного рода зачеты. Здесь же все как-то направлено больше на занятиях на тренажерах и с гимнастическим лентарем. Слабовидящим и незрячим школьникам нельзя перенапрягаться на занятиях. Не рекомендовано поднимать тяжести и резко наклоняться. Тем не менее, педагоги стараются уроки ЛФК сделать разнообразными и интересными. Слабое зрение, считают здесь, спортивным успехом не мешает. В жизни-то надо их готовить. Ну что, что-нибудь только столовую ложку поднимать и ручку, что ли. Они вырастают, семьи, детей будут. И вот, так сказать, ну, конечно, не с большим нарушением, но все-таки, то есть, как бы, со штангой им нельзя. Но положение лежа, чтобы позвоночник не травмировать. Почему нельзя укрепить силы мышц и рук, плечевого пояса? Можно. То есть, разумно, даже нужно это делать. С ребятами занимаются психологи. Периодически их принимает офтальмолог. Рассказывает, как ухаживать за глазами и охранять зрение от нагрузок. В остальном, в учебе никаких поблажек по состоянию здоровья. Лениться учителя ребятам не позволяют. За плохую работу могут и двойку поставить. Как и в любой школе, тут трудятся на результат. По завершению учебы ребят ждет ЕГЭ. Тут федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, который реализуется в первом классе, растягивает программу в начальной школе на один год. То есть, в целом, получается, что дети, получая образование, все равно продолжают обучение на год больше, чем в массовой школе. В этой школе учатся особенные дети, не только по состоянию здоровья. Поскольку на увиденное глазами опираться они не могут, им приходится подключать другие органы чувств. Больше полагаться на разум. Учители отмечают, эти ребята сильнее стараются и лучше запоминают, чтобы потом в большом мире не жить на ощупь. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.